Российские депутаты и другие лица разной степени вменяемости на перегонки пытаются придумать для россиян новый оброк. И вот последние несколько недель активно муссируется тема введения налога для бездетных. Такое предложение, конечно, вряд ли примут, но для нас сам факт обсуждения примечателен. Ведь, я думаю, каждый уже заметил, что буквально каждый год государства все больше сходят с ума на идеи детрождения. Для улучшения демографии, увеличения числа людей. Вот сейчас пытается запретить Child Free, ну, буквально влезает россиянам в постель. И вот эту идею-фикс нашего правительства мы сегодня обсуждать не будем. Но мы действительно поговорим про демографию в мировом смысле. Мы выясним, куда идет мир в плане численности населения, как меняется представление о семье. Вы, наверное, помните, как многие эксперты еще совсем недавно все время кричали «Ой, до нас становится все больше, и это огромная проблема». Как будто скоро на земле вообще яблоку негде будет упасть, не то что людям жить. Людей будет становиться больше, ресурсов меньше, и вообще всего скоро резко начнет не хватать. А мы будем воевать за последний стакан чистой воды. Короче, создалось такое ощущение, что не сегодня-завтра мы массово высосем все соки из планеты и вынуждены будут полететь туда, куда Маск вот проторит нам дорогу. Человечество действительно находится на пороге огромных перемен, какие раньше и не снились. Но на самом деле больше нас уже не станет. Наоборот, нас будет становиться меньше. Мы входим в так называемую эпоху депопуляции. Впервые со времен чумы в 14 веке население планеты начнет сокращаться. Люди будут стареть, молодежь станет дефицитом, и наша жизнь перевернется с ног на голову, в том числе экономика и политика. И главная загвоздка в том, что дело вовсе не в катастрофах, эпидемиях или астероидах. Мы сами ко всему этому придем. И сейчас вместе с экспертами Форн и Ферс узнаем, захватят ли африканцы всю планету, Будем ли мы умирать в одиночестве, когда станем стариками? Кто будет захватывать и защищать страны? И что вообще ждет человечество до конца века? Вымирание или надежда все еще есть? С вами Анастасия Брюханова, канал Объектив. Ставьте лайки, а мы начинаем. Сейчас мы буквально каждый день видим разные заголовки о том, что рожать меньше стали почти во всех странах мира. Даже в тех, о которых мы привыкли думать, что там-то поток младенцев закончится в последнюю очередь. Но совсем скоро весь мир столкнется с новой нормой, когда смертей будет больше, чем рождений. Наши предки от такого были бы в натуральном шоке. Вы что там, совсем разленились и не хотите плодиться и размножаться, как завещано? Тем более условия у нас-то сейчас просто мечта по сравнению с их временами. Да когда вообще такое было, чтобы людей становилось меньше? Только 700 лет назад. Черная смерть, она же чума, косила всех подряд. Но потом человечество так рвануло вперед, что с тех пор нас стало в 20 раз больше. Особенно за последний век народ прям-таки активно постарался на ниверазмножение, несмотря на войны, революции и прочие неприятности. Но после демографического бума 60-х, человечество, видимо, решило притормозить с детишками. Ну, надо же передохнуть. Рождаемость начала падать, и за последние два поколения она неуклонно снижается. Только представьте, в 2015 году женщины в среднем рожали в два раза меньше детей, чем в 1965. Ну а дальше, увы, еще веселее. Сейчас в большинстве стран рождаемость настолько низкая, что людей даже на базовом уровне не хватает просто для перекрытия смертности. Чтобы население хотя бы не уменьшалось, каждой женщине нужно рожать минимум двоих детей, что логично. А в некоторых местах вообще-то чуть больше, особенно там, где мальчиков больше, чем девочек. И вот этот спад все равно продолжается. Причем неважно, живешь ли ты в супербогатой стране, или наоборот, где попроще. Тенденция по всему миру одна. И давайте на карту мира сейчас взглянем. Паузу на тему «делаем детей» взяла даже Восточная Азия. ООН говорит, что в 2021 году терять население начал весь регион. Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань, они все дружно начали худеть по численности населения. Рождаемость там упала сразу на треть, а где-то и вовсе в половину. И это уже какой-то чемпионат по снижению рождаемости. Ну и, как говорится, всегда найдется азиат, который сделает это лучше тебя. В Юго-Восточной Азии тоже ситуация похожая. В Калькутте три года назад вообще рожали по одному ребенку на женщину. Даже в Италии и Германии то рожают больше. Та же забастовка и в Латинской Америке, среди стран Карибского бассейна, да и в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В Европе и России этот детский кризис уже давно, больше полувека. Короче, Европа вообще как будто находится чуть ли не на грани вымирания. И никакие мигранты, о которых так много говорят, тут не спасают. Тренд не поворачивается вспять. Но существует все-таки на нашей планете страна, у которой дела с воспроизводством идут, ну, более-менее хорошо. И это Соединенные Штаты Америки. Они могут похвастаться, по словам экспертов, демографической исключительностью. Там уровень рождаемости относительно высокий. Одна женщина в среднем рожает чуть более полутора детей. К тому же в США постоянный приток мигрантов. Это позволяет стране не терять в населении. Но это тоже только пока. В Штатах депопуляция уже больше не что-то прям немыслимое. Местные специалисты прогнозируют, что американцам осталось наслаждаться этим преимуществом до 2080-го. А потом население достигнет пика и пойдет на уполь. Единственное место на планете, где дети еще активно появляются на свет, это страны Африки к югу от Сахары. Там живет больше миллиарда человек, и женщины все еще рожают много, в среднем по 4 ребенка. Но даже там цифры тоже начали падать. За последние десятилетия рождаемость снизилась. Так что и этот детский завод уже не работает на полную мощность. В итоге, если посмотреть на ситуацию в целом, то скоро людей на планете будет убывать больше, чем рождаться. В 2024 году эксперты оценили, что мы уже на грани. Рождаемость лишь чуть-чуть выше того уровня, который нужен, чтобы поддерживать численность населения. А по самым мрачным прогнозам, мы уже ниже этого уровня. Так в чем же, собственно, проблема? А она в силе нашего добровольного выбора, как в том меме с сильной и слабой собачкой. Мы стали слишком избалованными по сравнению с нашими предками. Деньгами, комфортом, стабильностью. И просто перестали хотеть делать новых людей. И впервые в истории человечества причины сокращения численности населения это нехватка репродуктивной силы. Короче, бабы еще не нарожают. И какую роль здесь играет именно гендерный фактор, мы сейчас обсудим. Долгое время считалось, что всему виной благополучие и прогресс. Экономический рост, развитие, модернизация, урбанизация, доступ к интерцептивам, высокий уровень образования и грамотности среди женщин и то, что они работают. И это главные аргументы, чтобы остановиться, вдохнуть полной грудью и пожить для себя. А рождение детей, отложить, ты вообще забить. Но что тогда сейчас происходит с вообще небогатым Непалом или Мьянмой? Там всех этих благ цивилизации нет. Но дети не рождаются. Женщинам все равно как-то не хочется. И разгадать эту загадку попытался, и судя по всему, успешный экономист Ланд Причард. 30 лет назад он выяснил, что самый важный фактор, влияющий на уровень рождаемости детей, это то, чего хотят женщины. На самом деле, даже как-то странно, что до этого великого заключения доходили так долго. Ну, обычные исследования вокруг темы рождаемости и так были сосредоточены на предпочтениях женщин, а не их партнеров. Так что ученые действительно знают о желании женщин в этой области больше, чем о желаниях мужчин. И вот Причард и обнаружил, что уровень рождаемости в стране почти напрямую зависит именно от того, сколько детей хотят женщины. Если женщины мечтают о большом семейном гнезде с кучей детей, значит, в этой стране будет много малышей. И ровно наоборот. И с тех пор центральную роль в вопросе рождаемости отводят именно человеческому фактору — желанию женщины. Но вот какую загадку ученые не смогли разгадать, так почему женщины во всем мире разом передумали? Почему большинство из них разной религии, разной культуры, с разными ценностями и разными привычками чуть ли не в один день одновременно перестали хотеть делать детей? И одним из ответов тут является, что взгляд на семью меняется сразу во всех странах. Люди вступают в брак позже или не делают этого вообще. По всему миру также распространилась добрачное сожительство. Везде, как бы не банально это не звучало, попросту стало больше мест, где жить — домов, квартир. И люди там стали жить, в том числе, в одиночку. А это, как вы понимаете, тоже рождению детей не особо способствует. К тому же религиозность и традиции везде отходят на второй план. Все больше людей ценят независимость, самореализацию, удобство. И вписать в эту систему много детей тяжеловато. А еще сегодня молодое поколение по всему миру отлично знает, что можно жить совсем не так, как их предки, и мир от этого не рухнет. Есть соцсети, очень хорошо налажена связь между разными частями света. И вот сидит какая-то девушка детородного возраста в Бангладеш, смотрит TikTok, Instagram, YouTube, и видит, что у ее любимой актрисы, модели, в общем, у кумира в другой части света жизнь и без детей вполне хорошо складывается. И не обязательно для этого рожать, как когда-то говорила мама. И вот почему бы этой девушке не жить так же, как ее кумир? Да и родители девушки тоже подали пример плохой. Они тоже родили меньше, чем их родители. А подражание, как считают ученые, может напрямую влиять на желание рожать. И это становится таким самосбывающимся пророчеством. Большие семьи становятся редкостью. Поэтому люди все реже сами хотят заводить именно такую семью. И вернуться к такому формату человечеству будет сложно. И именно эта теория подражания отлично объясняет, что сейчас творится с рождаемостью. А вот эти представления, что мы якобы запрограммированы на размножение, чтобы продолжать свой вид, это все скорее бабушкины сказки, которые не очень актуальны сегодня. Времена меняются. И наши привычки тоже. Глобально изменить тренд на депопуляцию государство не может. У нас, вот как вы знаете, предлагают вводить налог на бездетность, запрещать аборты. Но, как говорится, если женщина не хочет рожать, никакой мат-капитал ее не прельстит. Поэтому пока все попытки массово загнать людей по кроватям, чтобы плодились, не смогли поднять этот самый несчастный уровень рождаемости. Сокращение населения планеты, увы, неизбежно. Депопуляцию уже не предотвратить. И проблема эта принесет прежде всего как раз государству. Все-таки работников, предпринимателей, новаторов. И в целом людей, которые двигают экономику, будет становиться меньше. Станет меньше людей, которые должны платить налоги. И все больше будет тех, кому требуется постоянный уход. Помощь, присмотр. Я, конечно, говорю про пожилых. Демографы сходятся в одном. Число людей на планете достигнет пика уже к концу этого столетия. А затем начнется обратный отсчет. Людей будет становиться меньше. Ежегодная смертность превысит рождаемость в более чем 130 странах. И только регулярная миграция по планете поможет некоторым странам предотвратить сокращение своего населения. Некоторые прогнозируют, что депопуляция может начаться вообще уже в 2053 году. То есть мы с вами вполне можем стать свидетелями этой демографической драмы. Да и, казалось бы, вот проблема людей меньше станет. Прощай толкучка в метро, в автобусах, до свидания пробки на дорогах, очереди на почте. Земля вообще задышит свободно, будет меньше выхлопных газов, выбросов. Не будет того самого ужасного перенаселения планеты, да и квадроберы с самокатчиками канут в лету. На самом деле радоваться тут особо нечему. Ведь если меньше будет появляться людей, то будет и меньше рабочей силы. И в ближайшие годы количество людей в рабочем возрасте от 20 до 64 будет сильно сокращаться. Страны могут потерять свой экономический потенциал. Уже совсем скоро за пределами Африки будет проживать почти полтора миллиарда пожилых. А тех, кого ученые называют суперстариками, то есть те, кому за 80, станет еще больше. А вот молодежи, которая сможет их прокормить, будет меньше. Стареющие общества станут нормой уже в следующем поколении. И первые страны это особенно прочувствуют Южная Корея. Там уже сегодня с рождаемостью, как я говорила, непорядок. А через 30 лет там по прогнозам будут фиксировать три смерти на каждое рождение. Средний возраст южнокорейца приблизится к 60 годам, а почти половина населения будет пожилой. Такими темпами финал будет неутешительным. Если ничего не изменится, Южной Корее хватит 100 лет, чтобы ее население сократилось на 95%, посчитали ФорнФС. Ну, мы уже поняли, вся планета скоро начнет сидеть. И это повлияет на все наши привычные социальные и экономические нормы. Жизнь, как мы ее знаем, сильно изменится. Как мы зарабатываем, куда тратим деньги, сколько платим налогов. Людям по всему миру придется чуть закатать губу и пересмотреть свои ожидания. Придется жить посредством, ведь людей, способных работать, станет меньше. Мы столкнемся с уменьшением накоплений, инвестиций, в то время как расходы на социальные программы будут только расти, ведь надо заботиться о стариках. Но у человечества есть еще нереализованный потенциал. Например, возьмем Бангладеш. Там много молодежи, которая к 2050 году станет основной рабочей силой. Но есть и но. 5 из 6 молодых бангладешцев не имеют минимальных навыков для нормальной жизни. По сути, они не умеют читать, складывать, вычитать и даже округлять числа. Хорошая помощь будет у бангладешских стариков к 2050. А вот в Ирландии, если сравнивать, все немного проще. Они уже постарели к 20-му году, как Бангладеш только постареет через 30 лет. Но в Ирландии всего 1 из 6 молодых людей не умеют читать и писать. Так что, если говорить по-простому, трудоспособный ирландец в будущем таки обскачет трудоспособного бангладешца и в целом будет делать больше вклад в свою экономику. А именно, люди и заколачивают денежки, которые потом в виде налогов в том числе идут на уход за стариками. А там ведь не просто надо сиделку, чтобы те в нарды с ними играли. Старики имеют привычку много болеть, да и всякими неизлечимыми вещами, как, например, деменция. И понятно, бангладешцы без улучшения образования своим старикам на достойную старость вряд ли заработают. Но такая же ситуация может сложиться и в других бедных странах в Азии, Латинской Америке, Ближнем Востоке, Северной Африке. Издержки по уходу за стареющими людьми будут постоянно расти. И особенно сложно будет ухаживать за стариками как раз в эпоху депопуляции. Ведь госучреждения миллиарды пожилых не вместят, да и налоговых денег на всех тупо не хватит. Вспомните, кто даже в России прежде всего ухаживает за пенсионерами. Правильно, их собственные семьи, дети, внуки, иногда дальние родственники. Ну а что будет, если семья, как ячейка, общество будет только сокращаться? Не нарожали вы сейчас детей? И вот ваша мама через десяток лет уже без внучка, который помог бы ей убраться дома, найти очки или разгадать кроссворд. Да даже если не доходить вообще до рождения детей, что если вы вообще не вышли замуж или не женились? Вашей семье минус помощник по дому, зятек не поможет тещу прополоть картошку на даче. И в результате со временем семьям будет все сложнее ухаживать за своими стариками. Но есть еще такой вариант. Илон Маск поднапряжется и к 50-му году у нас будут повсеместно распространены роботы-сиделки и человекоподобные киберопекуны на базе, например, чат GPT. Они, конечно, смогут внести в наше будущее какой-то непостижимый в настоящее время вклад. Но эксперты призывают сейчас не обольщаться. Как мы поняли, страшного много и будущее не очень-то какое-то радужное. Но хоть что-то хорошее нас там ждет? К счастью, да. Несмотря на всеобщее старение планеты, постоянное повышение уровня жизни, материальные и технологические достижения будут возможны. Всего два поколения назад правительство, эксперты, мировые институты все волновались, что демографический взрыв приведет к перенаселению планеты, массовому голоду, обнищанию, жуть. А сегодня что? Земля богаче, а люди питаются лучше, чем когда-либо прежде. Как мы видим, паника была преувеличена и все обошлось. Собственно, так и сейчас. Формула, которая позволила нам как человечеству процветать в 20 веке, может обеспечить прогрессы в веке 21, даже в эпоху депопуляции. Сейчас экономический прогресс идет за счет увеличение человеческого потенциала, благоприятного делового климата, который создали мировая политика института. И при помощи всего этого, например, Индии уже удалось за последние полвека практически искоренить крайнюю нищету, а там это была та еще проблема. Развитие в области здравоохранения, образования, в науке и технике помогают генерировать материальные достижения. Все это вмиг не прекратится, мир продолжит совершенствоваться, проводить исследования, внедрять инновации, применять научные знания в реальной жизни, несмотря на рост числа стариков. Посмотрим, что действительно роботы будут выполнять за нас все самые эти скучные, сложные, рутинные задачи, а мы, наконец, будем заниматься только самым интересным. И мир в эпоху депопуляции все равно будет становиться богаче. Для этого, конечно, правительствам, так и нам с вами, отдельным людям, нужно будут вырабатывать новые привычки мышления, усвоить новые правила развития и с удвоенной силой и умом пожелать плоды технологических инноваций. И при этом учитывать все риски, которые непредменно будут возникать в новой эпохе. Поэтому пришло время для правительств, компаний и для каждого из нас понять, что делать дальше. Текущие программы социальной помощи и пенсионного обеспечения точно не подойдут для нашего седого будущего. Они просто не рассчитаны на такое количество пожилых людей. Все это надо менять и срочно. И больше внимания уделять тому, как мы копим деньги. Да и куда вкладываем тоже? Никаких хомикоинов, инвестиционные проекты, как государственные, так и частные. Им теперь нужно будет быть особенно осторожными. Ошибки могут стоить очень дорого. А вот на простых потребителей и налогоплательщиков в будущем сильно рассчитывать не получится. Ведь они будут как редкие виды животных на грани исчезновения. У государств есть еще одна важная задача сделать рынки труда более гибкими. Это значит, что нужно упростить туда вход, убрать дискриминации по возрасту и всякие такие штуки. И не стоит забывать о вложениях в науку инновации. Ведь чтобы двигаться вперед, нам нужны свежие идеи. Запереться от всего остального мира, как в Северной Корее, тоже стратегия плохая. Экономикам придется стать более открытыми, потому что процветание в нашем стареющем мире будет зависеть от свободной торговли товарами, услугами, финансами. Свободное перемещение людей тоже станет важным. И тут нужно быть умным и привлекать в страну мигрантов, которые действительно будут полезны. И программы для этих мигрантов должны будут учитывать их пожелания. Ведь если не предложить им хорошие условия, они просто уедут в страну, где им будет лучше. Ну и еще одна идея, которая уже вроде воплощается в реальности. Надо развивать искусственный интеллект. Люди живут дольше, остаются здоровыми долгое время, а многие даже работают в пенсионном возрасте. А это значит, что пожилые люди могут продолжать учиться всю жизнь. Так что самое время начать осваивать Чайджи Пяти и другие новые технологии. Готовиться надо и к тому, что мир и расстановка сил в нем со временем сильно поменяются. Мир будущего, как говорят эксперты, будет скорее более африканским. Уже сегодня на этот регион приходится почти треть всех рождений. Стоит ожидать, что в недалеком будущем доля стран к югу от Сахары в мировой рабочей силе значительно вырастет. Тем не менее, не стоит ожидать вместе с эпохой депопуляции прям наступления африканского века. Вспомним про разную квалификацию работников. Так будет и дальше. В мире, где производительность людей различается, большую роль будет играть человеческий капитал, а не только численность населения. В странах к югу от Сахары результаты стандартизированных тестов еще печальнее, чем Балгладеш. Там 94% молодых людей не имеют базовых навыков. А к 50-му году, как прогнозируют эксперты, каким бы огромным ни был пул рабочей силы в этом регионе, число африканских рабочих с базовыми навыками не намного превысит число таких же рабочих в России. Хоть население там и несравнимо по численности. А что эксперты могут сказать практически точно, что Индия к 50-му году станет ведущей державой. Об этом говорит ее демографическая ситуация и человеческие ресурсы. Однако и тут есть загвоздка. Да, в стране есть кадр мирового класса, ученые, техники, выпускники элитных вузов. Но вот простые индийцы получают несравнимо худшее образование, да и в целом охват людей, которым это образование доступно, далек от полного. Тут опять же вспоминаем молодежь и базовые навыки. В Китае, например, профиль навыков местной молодежи на десятилетия переживает нынешнюю индийскую молодежь. Поэтому Индия еще долгое время не сможет обойти Китай по объему производства на душу населения и даже по объему ВВП. Один условный индиец тупо производит меньше, чем такой же китаец. Короче, государствам надо вкладываться собственных людей в человеческий капитал, и тогда вам понадобится просто меньше людей, чтобы делать то же самое. Один человек сможет в одиночку выполнять задачи, на которые раньше надо было нанимать целый штаб. Демография, кстати, играет против Китая, Ирана, Северной Кореи и, начали формировать ось, чтобы бросить вызов США. Но и сейчас, и в будущем планы по достижению превосходства над Штатами вряд ли получится реализовать. Рабочая сила в Китае и России только сокращается. И все это снизит экономическую мощь, и никаких перемен в этом тренде пока не предвидится. В Иране тоже не рождается достаточно детей, чтобы сохранить население на прежнем уровне. Надо достать статистику из Северной Кореи вообще практически нереально. Но и там, как говорят эксперты, есть проблемы с рождаемостью. Но, в отличие от своих заклятых друзей, США пока держатся на плаву. Эксперты говорят, что демографические основы Штатов выглядят довольно крепко. Иммиграция у них в полном расцвете, так что, похоже, они по-прежнему будут набирать мощь и влияние в мире. Скорее всего, США смогут обеспечить растущую долю рабочей силы и расширить пул талантов. Но вот не все так радушно, есть и ложка дегтя. Американцам нужно следить за внутренней напряженностью в обществе и социальными проблемами. Если народ вдруг перестанет поддерживать иммиграционную политику президента и решат строить стены по всему периметру или удариться в изоляционизм, тогда начнутся проблемы. Но нет никаких гарантий, что все страны в мире успешно справятся с вызовом эпохи депопуляции. Эксперты предупреждают, что перемены могут повлиять на так называемую национальную волю, на мораль. Те общества, которые не смогут адаптироваться, провести реформы, научиться проводить умелую политику, заплатят очень высокую цену. Сначала такие страны столкнутся с экономической стагнацией, а потом могут и завалиться финансовый и социально-экономический кризис. Если таких неисправившихся стран будет много, то их внутренние проблемы отразятся и на мировой экономике вместе с депопуляцией. Изменится и то, как мы смотрим на войну, безопасность. Какими бы технологическими достижениями не хвастались страны, конфликты по-прежнему лишает количество живых людей, то есть солдат. А если население уменьшается, то возникает вопрос, как старение общества и низкая рождаемость повлияют на то, сможет ли страна защищаться и насколько люди будут готовы терять своих близких в войне. Скорее всего, чем быстрее будет сокращаться население, тем меньше люди будут готовы мириться с потерями. Да, возможно, отражать полномасштабное вторжение люди будут согласны, но вот одобрять маленькие победоносные воины своей армией за рубежом уже вряд ли станут. И отправлять своих близких на такие вот экспедиции люди вряд ли захотят. Особенно, если в их городах уже не так много молодежи, чтобы заменить по ним же. Депопуляция изменит и динамику отношения между обществом и государством. Если уже сейчас люди отказываются создавать семьи и рожать детей и так сильно стремятся к личной свободе и автономии, насколько в будущем они будут готовы жертвовать своей жизнью ради людей, которых они никогда не встречали. У нынешних демографических тенденций есть и обратная сторона. Если все больше мужчин не будет ничего держать на гражданке, вроде семьи, жены, детей, они ведь вполне могут наоборот чаще искать чувство цели как раз таки на военной службе. Но опять же, третья обратная страна. Если армии будут укомплектованы по большей части одинокими мужчинами без детей, то война положит конец уже целым родам. Ну что, глядя с нашего дивана в будущее, депопуляция кажется не таким уж страшным приговором, а скорее забавной новой главой в книге под названием «Жизнь на земле». Вот этих глав нам маловато. Мы еще можем попробовать в эту главу не только вписаться, но продолжать процветать. Но для этого странам нужно уже сейчас засучить рукава и начать готовить план, чтобы справиться с социальными и экономическими проблемами, которые непременно возникнут, когда правление перейдет к пожилым. Не все пока, к сожалению, в состоянии осознать, насколько сильно изменится наша жизнь в таком недалекем, но все же неумолимо наступающем будущем. Надеюсь, в этом видео вместе с Форн и Ферс мы вместе приблизились к этому пониманию. Пишите свои мысли по этому поводу в комментариях. Мы в редакции хотели спросить вас, не захотелось ли вам завести детей после просмотра этого видео. Пока мы готовили ролик, мы много сами думали о том, не пора ли. Не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на объектив. До скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова